привет ребята сегодня удачная погода у нас минус 7 солнышко снежный сад всю неделю снег валил на охоту не собраться никак но решил сегодня популинарить сегодня будет у нас капуста с копчеными ребрышками в афганском казане ну что для этого нужно конечно капуста кочанок капусты весь не будем использовать часть копченые ребрышки свиные пара морковин картошка и две небольшие луковицы масло я использую подсолнечное перец горошком перец молотый небольшая баночка томатной пасты самое главное конечно афганский казан а ну для настроения еще темное пиво старый мельник да еще нужен помощник без него вообще тут никак ничего не происходит вот он помощник сидит и наблюдает как я буду готовить потом снимет пробу конечно если не понравится кусает он даже отвернулся когда про него говорят да туман туман про тебя говорят да да волосатая морда да да все не будем готовить в афганском казане капусту с ребрышками копчеными и потом будешь кушать да да ну что для начала я думаю надо почистить картофель объяснять не буду как все знают как почистить картофель могут обычным ножом могут картофельным такой с прорезью мне как-то не получается с тем ножом предпочитая обычным вот в таком духе первый пошел так картошка почищена возьмемся наверное за морковочку морковочку без разницы можно на крупные терки натереть можно порезать просто ножиком я как бы разрежу на 4 части каждую потом небольшими дольками типа вот так мостик полукольцами принципе она вся развалится в афганском казане то что она вот крупно так порезано значение никакого не имеет так морковочка готова засыпаем какую-нибудь посуду ну теперь обычно как морковка с луком идет или лук с морковкой поэтому чистим лук это блин как два близнеца друг без друга жить не могут если морковка в блюде есть и лук должен быть я принципе раньше не особо любил лук старался его как можно мельче порубить такой тип и зажарки сделать но это для супов ну вот уже порезался бывает острые ножи значит будет капуста с копчеными ребрышками ну картошка с собой тоже с кровью кто любит лук тот принципе может добавить не как я тут две небольшие луковицы ну блин полкило какого-нибудь . так эту сторону я нарезу такими вот полукольцами но потом еще немножко пробую его типа вот так потом распарится его принципе не будет видно вообще будет только чувствоваться его вкус легкий вкус потому что немного я добавил еда должна быть пахнуть едой поэтому все добавляем в меру и натуральная многие сейчас любят масло рефинированное подсолнечное то есть без запаха а потом ну ё-моё еда ничем не пахнет невкусно начинаем сыпать приправы так вы же были ну изначально уже испортили все налито не рефинированное масло ну вот лук есть его к морковке так что у нас по плану теперь самое главное качан капусты немножко очистить от вязших листьев потому что качанок в ожидании приготовления месяц лежал дом немножко подзавял все как-то не получалось приготовить уже купил с нацеливанием на то что сделать с копченостями руки не доходили ну теперь все будет в порядке качан дождался своего часа я думаю он рад что его употребят по назначению вот как бы все чистенький вкусный нет можно кушать витамины да так ладно это на закуску это начнем режет режет так как на засолку так сейчас я это все длила в тазик положу так морковка с луком в сторону тазик готов поехала к кусту в тазик в принципе можно даже нашинковать побольше сделать салатик так капуста готова капусты в принципе можете нашинковать и больше не влезет скажем в ваш казан в зависимости от объема у меня 15 литровый сделайте салатик так картошка я ее делаю на 4 части и потом на нем кусочки то есть довольно крупная мелко не делаю так вкуснее будет она приготовится нормально вот в таком духе маленькая тут вообще 4 кусочка сейчас в принципе уже подготовка закончилась могу сказать дошинкую дорежу вернее картофан и будем делать закладку еще пару картофель туман у меня уже тут гербанит капустные листья по снегу тоже мне помощник блин ну вот последняя картофелина чуть палец не отрубил был бы сегодня было бы блюдо с пальцем так есть ну вот как бы так что у нас дальше по плану то по плану у нас закладка так самое главное это я забыл про пиво оп good sound а то без него вообще никак отлично так пробка закручивается нормально закладываем казан так снимаем рычаг крышка казан чистый закладываем картошку и капусту так чуть-чуть картошки капуста можно конечно ее пожмыхать сок даст но это не принципиально она там нормально тоже даст сок блин холод минус 7 руки мерзнут ну вот чуть-чуть положили теперь мы положим ребрышки ребрышки еще даже не разморозились морозилки лежали ничего разморозится внутри ну а теперь остатки картошки с капустой туда капуста как бы будет сок давать ну и пропитывать само собой ребрышки закладываем не полный казан на две трети чтобы место для пар осталось иначе все это дело превратится в фугас нам тут фугас в огороде не нужен афган уже давно закончился хотя воспоминания свежи как вчера ну кто был за речкой тому не надо объяснять вот у меня даже получилось не больше чем две трети но так как все это дело рыхлое это высядется и будет нормально будет две третьих есть теперь засыпем туда немножко перца горошком вот так примерно две чайные ложки я положил ну и молотого молотого тоже где-то чайную ложечку даже больше получилось ну как бы с горкой чайной ложкой есть ну соль по вкусу я положу вот такую чайную ложку с горкой и еще одну я много соли не люблю предпочитаю здоровый образ жизни если что потом можно добавить но я обычно не добавляю теперь нам нужно сверху положить томатную пасту ну и залить водичкой томатную пасту я выложу и залью столько же воды и туда влаги будет достаточно потому что сама капуста тоже сок даст плюс картошка она же тоже воду содержит ну-ка открывайся вот тогда с помощью ножа не хочет вторая попытка ну вот воздух зашел можно открывать закладываем можно конечно использовать помидоры но где взять сейчас нормальные помидоры зимой здесь конечно в магазинах помидоры но они без запаха так что томатная паста тоже нормально пойдет с томатной пастой еще хорошо делать этот самый томатный сок быстрый и дешево ну вот в таком духе так сейчас я схожу за водичкой потому что вода я не принес холодно замерзнет и продолжим так вода есть почти томатный сок так заливаем есть ну финальный аккорд чуть-чуть маслица подполнечного как бы так 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 томатная паста есть в принципе надо было наоборот лук с морковкой туда потом сверху томатная паста ну что делать оплашался ну что лук с морковкой он тоже как бы содержит воду и он пойдет вниз ну сок вернее с него ну вообще все полное так сейчас мне нужно взять ложечку немножко немножко так сделать переборщил я от жадности ну думаю все равно все будет хорошо ну вот как бы морковка с луком с томатной пастой и капустой перемешается все будет хорошо не может быть не хорошо ну что я запаковываю рычаг закручиваем без фанатизма есть ну все разжигаю печку ну вот печка зажглась ставим казанок ну типа так клапана работают свободно в полете как говорится ну и ждем пол четвертого я думаю часика будет достаточно на приготовление вернее он еще должен закипеть пар из клапанов должен пойти немножко и тогда на командирских отмечаю время и час в общем ждем проверяющий тут ходит ищет в огороде что и снова вернее запахи собак охотничьей все таки ну вот процесс идет там все кипит клапана об этом сообщают даже еще не вырывается отсюда пар ну в общем с этого момента можно засечь один час я пока с вашим позволения обмое это дело хорошим темным пивом старый мельник осталось подождать один час и все будет будет очень вкусная еда снимать невозможно чуть ближе подойдешь как бы тепло на объектив идет и сразу запотевает у меня как бы фильтр сверху стоит и вот стеклышко запотевает сразу будет остановиться что мне нравится в этом казане так это вот это внизу свечение когда вот вечером готовишь на костре очень классно смотрится темнело уже не по-детски но северная страна что делать темнеет быстро процесс идет еще полчасика и будет готова клапана работает как маленькие паровозики выпускают пар пахнет капустой хе-хе-хе ну когда крышка откроется запах вообще будет обалденный я даже пиво домой унес я даже пиво домой унес потому что уже почти 9-10 градусов мороза замерзает бутылки хе-хе-хе вот так вот красота то какая зимний сад даже в свете фонаря вот так маленький паровозик клапан работает все готовится ну что делать надо ждать хочешь вкусно покушать жди вон даже шеф-повар в ожидании еды холодно потрухивает по чуть-чуть сегодня домой возьму в будке будет мерзнуть да туман да да мой хороший сегодня ты будешь дома да да о мой паровоз работает совсем закипело внутри ну еще 10 минут и будет готово ну вот и все вроде как я уже не подкидывал огонь тухнет ну пар еще идет из клапанов процесс продолжается но время уже подошло к концу часик прошел так что наша капуста с копчеными ребрышками и картошкой готова можно снимать с огня сейчас сниму с огня подожду пока выйдет давление снимется пар и будем пробовать снимаю снимаю вот казанок еще доходит пусть давление упадет тогда буду вскрывать пока я схожу за тарелочкой и за хлебушком вы пока попейте чайку хе-хе-хе ну что господа вам интересно что внутри мне тоже я уже заждался но еще немножко есть давление можно в принципе в наглое выпустить ну вот и все так сейчас я это дело поставлю на снег вниз чтобы фонарь виден был и посмотрим что внутри и посмотрим что внутри ну что я скрываю так так резиночка не пропадай а запах то е-мое но если кто переживал что я положил полный а надо как бы две трети от объема ну я уже объяснил вначале что капуста она пушистая была и поэтому и был полный сейчас все это дело утрамбовалось все более ребра еще так вот лежали ну и поэтому объем был большой участки реально даже меньше чем две трети сейчас я покажу ну вот видно что две трети от объема так где наш фонарь вот вот такая вкусняшка пар идет объектив потеет вернее стекло которое у меня фильтр камере сейчас я наложусь в тарелку и покажу и так так капуста морковка вижу где наши ребрышки надеюсь никто их не забрал ребрышки посередине насколько я помню были вот маленький кусочек ребрышка так доставайтесь уже ох какая вкусняшка так а теперь еще хочу снизу у меня была картошечка немножко картошечки вот как бы так 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 еще ребрышки это я от жадности хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе вы не представляете какая-то вкуснятина вот ребрышки вместе с костями они просто разварились я люблю кости гладать куриные мягкие а это вот свиные ребрышки и кость так же разварилась что как куриные можно хавать кости в принципе полезно много там всего интересного для организма это жесткий понятно там зубы ломаешь и так далее когда вот так разварились то можно употреблять пищу сейчас уже минус 11 горячая пища на морозе это ни во что не сравнится охотники и рыбаки ну туристы меня поймут кто готовил на морозе жаль что видео не передает вкусы вы бы оценили все будем закругляться пойду я в тепло покормлю сначала самого собакевича по-быстрому и запущу его буду уже домой а то в будке думаю минус 15 какие будет будет может где он тут ходит туман и покажи под заново да вот он все если понравилось видео ставим палец вверх ну если нет ну что делать вниз тогда встречаемся у афганского казана в следующем видео и 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